В разговорах речь идет о деньгах, скидках, условиях работы. Кто заключает сделки, знает, что управляет процессом переговоров тот, кто задает вопросы. Когда результат пройден, самое время рассказать о вашей продукции и выиграть ценовые переговоры. Многие на давление у вас дорого, дайте скидки, теряются и не могут подобрать слов. Для этого заранее создается обоснование цены. И тут внимание, но и оно не поможет, если мы это произносим неуверенно, с кашей во рту, жуем слова и интонационно не можем выделить главное. Вспомним пятое и шестое правила Глеба Жеглова. Даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы смертельно обидеть человека. И даже «сволочь» можно сказать так, чтобы человек растаял от удовольствия. Вот приведу пример диалога, где содержание того, то есть что говорит экспорт-менеджер, отличное. Но его умение преподнести эту информацию, мягко говоря, никакое. Более того, один и тот же по содержанию текст может вызывать как интерес, так и раздражение. Ого! Вы хотите 80 тысяч за этот объем? Очень дорого! Предлагаю обсудить слово «пожнется», которое будет оптимальными для обеих сторон. Хорошо, на какую сумму вы рассчитаете? 60 тысяч! Мы берем у нашего поставщика за эти деньги. Вы наверняка знаете поговорку. Если цены смешные, то и качество обхохочется. А качество – это когда возвращается покупательный товар. У нас качество, поэтому наша продукция стоит дорого. Это панатно. Все это говорят качество, но это на 25% дороже. Мы хотим, чтобы сотрудничество было взаимовыгодом. То, что нас требует его, находится за пределами вашей коммерческой возможности. Дайте нормальную скидку, иначе я работать с вами не буду. Увести объем закупки на 30%, я смогу предоставить на скидку 10%. Более того, я постараюсь еще больше заведеть скидку под 20%, как вы его хотите. Если догомнимся о предоплате, вы просто посчитаете, для вас все намного выгоднее. Я подумаю. Возьмите на заметку немецкое качество, что исключает возврат товара, ремонт и тому подобное. Вы же не хотите просто производства, срыва сроков, трат времени и все на решение проблем. Вы же хотите, чтобы все работало, и ваш клиент будет довольный. Ну да, хорошо, я подумаю над вашими условиями работы. Созвонимся в четверг. Вашему вниманию был озвучен диалог, где экспорт-менеджер говорит несколько сбивчиво. Он глотает слова, в его речи шипящие звучат очень сильно, слова говорит несленно-раздельно, и интонации практически нет там, на что именно он хотел обратить внимание, собеседника, то есть поставить акцент. А теперь диалог с человеком, который говорит с правильными акцентами интонации. А именно она в голосе выдает наши эмоции. У кого нет вопросов с дикцией, чья речь выразителю. Ого! Вы хотите 80 тысяч за этот объем? Очень дорого! Предлагаю обсудить условия партнерства, которые будут оптимальными для обеих сторон. Хорошо, на какую сумму вы рассчитываете? 60 тысяч! Мы берем у нашего поставщика за эти деньги! Вы наверняка знаете поговорку, если цены смешные, то и качество обхохочешься. А качество – это когда возвращается покупатель, а не товар. У нас качество, поэтому наша продукция стоит дорого. Это понатно! Все так говорят! Но это на 25% дороже! Дайте скидку 25%! Мы хотим, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. То, что от нас требуете вы, находится за пределами наших коммерческих возможностей. Дайте нормальную скидку, иначе я работать с вами не буду. Увеличьте объем закупки на 30%, и я смогу предоставить вам скидку 10%. Более того, я постараюсь еще больше сделать скидку, вплоть до 20%, как вы того хотите. Если договоримся о предоплате, просто посчитайте, для вас это намного выгоднее. Я подумаю! Возьмите на заметку немецкое качество, что исключает возврат товара, ремонт его и т.п. Вы же не хотите простое производство, срыва сроков, траты времени и сил на решение проблем. Вы же хотите, чтобы все работало, и ваши клиенты были довольны. Ну да, хорошо, я подумаю над вашими условиями работы, созвонимся в четверг. Насколько вы убедительны и насколько к вам прислушиваются, прямо пропорционально зарабатываем вами деньгам. Кому-то нравится звучание собственного голоса, кому-то нет. Кто-то в условиях давления, когда идут ценовые переговоры, где достаточно резко изъясняют условия работы, теряется. И это слышно по голосу. Голос, например, начинает дрожать, либо же темп речи начинает ускоряться, либо же наоборот замедляться, либо же просто меняется голос. Человек это слышит, и от звучания собственного голоса начинает волноваться еще больше. Данный тренинг посвящается влиянию голоса техникам, которые могли бы эти вещи регулировать. Дикция очень важна в нашем умении убеждать. Давайте помнить, выразительность речи – это форма влияния. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»